Посмотрите, какое небо! Небо в октябре. Кто говорит, что это только в Америке бывает, поэтому у них такие сюжеты. Да нет, вот же, вот же, посмотрите, это же натуральное небо. Вот оно какое! Вообще красивое! Красота! Прям даже застыло, потому что ни единого ветерка нет, как ни странно у нас. Вот так, красотища! И даже вот здесь, на востоке, точно такое же небо. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Добрый день, любители вышивки рукоделия! Меня зовут Марианна. И сегодня у меня на канале законченная работа «Рождественская деревня от Dimensions». Наконец-то, наконец-то работа длиною в год. Как говорится, не прошло и года, я ее закончила сегодня. Я ее закончила. Начинала я этот сюжет 13 декабря 2018 года и закончила ее 24 декабря 2019 года. Вчера в католическое Рождество. Очень так символично получилось. Именно в этот день я ее вчера закончила полностью. Весь бэк и все вот эти пайетки я пришила вчера. Вот. Все крестики, полукрестики закончила 20 декабря. Но вот 4 дня мне понадобилось, чтобы вышить бэк. Но не то, чтобы его так много и сложно его вышивать, но просто мне так хотелось. Просто я не люблю бэк. Вот и все. Размер готовой работы здесь указывается на 41 на 30 см. В принципе, так и получилось у меня. Вот. Дизайнер здесь указывается Ники Боэ. Когда я готовилась к видео, я сейчас открыла страницу про этого художника. Там вышла в Яндексе все ее картины. Я просто, девочки, залипла. Сколько прекрасных пейзажей. Летних, зимних. А мой на праздники. Это тоже ее сюжет. Последнее время, хотя дочь у меня вышивала этот сюжет, но я тоже сижу и думаю, может быть мне его тоже надо, тоже хочется. Но вот елки. Вот. Там просто я в конце вставлю видео. Ну, я выбрала только зимние сюжеты. И вставлю эти зимние сюжеты в конце видео. Какие я выбрала, там несколько штук всего. Я выбрала, вернее. Там их много. Там можно сидеть полдня, выбирать это все, эту красотищу и рассматривать. Вот. Спасибо этому дизайнеру за прекрасный, прекрасный сюжет. Почему так долго вышивала? Да, я просто, можно сказать, час по чайной ложке вышивала этот сюжет. Когда он у меня лежал, просто не вышивался. Когда я снова брала. В общем и целом, я посчитала, у меня вышло 110 вышивальных дней. Ну, примерно три с лишним месяца. Да, по-тихому, если вышивать. Если, конечно, усиленно сесть и вышивать, пусть даже вечерами. Я думаю, этот сюжет можно гораздо быстрее закончить. Может, кто-то так и делал, но у меня затрата, ну, у меня получилось подольше. Что самое для меня тяжелое в этом сюжете было? Это полукрестики. Вы несколько нитей, но не люблю я их, понимаете? Не люблю просто-напросто и все. А так просто я, конечно, сейчас смотрю на это все и не верю, что это я вышла, что это я закончила. Все мне здесь нравится. И это церквушка католическая. И вообще мне нравится католическое Рождество почему-то. Я не знаю почему, не могу сказать. Может, где-то что-то там в корнях есть, но об этом пока не будем. Так, дальше. Небо просто шикарное, великолепное. В начале видео вы, наверное, увидели, что это бывает не только в Америке, но и у нас в России. Тоже, в частности, на Урале, в Зауралье. Пусть это бывает у нас чаще в октябре. Сейчас тоже, но поздно, конечно. Его не так видно уже, потому что солнце заходит больше как-то на северо-западе, чем на западе сейчас. Но все равно небо вокруг такое вот красивое. Оно там, где заходит солнце такое, а по кругу прям с такой розово-голубой дымкой идет. Оно вообще красиво. Здесь, посмотрите, горы. У нас тоже здесь горы есть. От нас километров 10-15 езжаешь, там леса тоже есть. Просто я здесь как раз в этой местности, где степь. Ну, конечно, деревни в нашей России, конечно же, наверное, не такие красивые сейчас. Да, что уж говорить, но все-таки природа, конечно, шикарная у нас. Вот. Что мне еще здесь нравится? Вышивать вот эту елку, конечно, было сложно. Многоцветка, могу так сказать. Много одиночек разбросанных всяких. Вот. Единственное, поэтому я и вышивала в самом конце. Если бы я начинала вот так, я, может быть, так и шла потихоньку. В общем, начинала я сверху вниз, потом снова. В общем, я тут как хотела, так экспериментировала. В общем и целом, вышивать этот дизайнер, я не скажу, что сложно, ничего здесь сложного нету. Все как обычно. Dimensions, наверное, кресты, полукресты. Были здесь и в 4, и в 5 сложений полукрест. Вот. Но в основном крестик только идет в домике до моста. Все. Остальное все вышивается полукресту. Так. Ну вот, покажу вам оригинал этой картинки. Что еще могу сказать? Могу сказать по ниткам. Я их не буду показывать, поскольку они у меня остались на органайзере, который у меня на станке. Да. У меня уже 4 процесса. Вернее, уже осталось от 3 процессов нитки не разобраны. Этот мне надо будет срочно разобрать, чтобы станок освободить. Вот. Все нитки я с палеток срезаю. Вот они у меня вот так остаются. Схемы у меня остались. Схемы здесь на двух листах. Они остались чистыми. Вот так. Потому что я делала копию. Сначала я все это зачеркивала, вышивала. Потом я купила сагу и вышивала по саге. По саге у меня вышло без бэка, я считаю. Без бэка и фрузилков я не вышивала бэк по саге. Я вышивала бэк по схеме. Не знаю, мне так было проще. Видите, 47% у меня вышито по саге. То есть, когда я купила сагу, по-моему, вот это у меня было вышито. Все. Здесь какой-то, с этой части, вот эту часть я вышивала по саге. То есть, практически половина. Так. Так что, наконец-то, у меня этот процессик завершен. Перед вами он сейчас находится. Да, здесь еще есть фрузилки. И, кстати говоря, по фрузилкам. Я бы, честное слово, их заменила. Они у меня что-то получились не очень хорошего качества. Мне не нравятся. Во-первых. Во-вторых, на елке вот здесь-то они смотрятся как цветочки. И поэтому я все думала и сомневалась, что надо было все-таки здесь сделать бисер, мне кажется. Небольшой такой, некрупный. Здесь вот было написано тоже в две нити тут фрузилки. Я сделала в одну. Он так изящно смотрится. Сейчас я попробую поближе. Я ее не натягивала. Я ее просто-просто вот так вот. Посмотрите. Вот они фрузилочки. Вот. Тоненькие. Мне очень не нравится, как они получились. Поэтому здесь бы они, вот если бы я их сделала вот такими же. Вот посмотрите здесь, да. Такие же. Как бы они смотрелись некрасиво. А вот здесь вот все это. Сейчас я елку покажу. Я не стала на елке делать некие фрузилки. Я все-все-все, где должны быть фрузилки. Я все оставила вот этими пайетками. Пайетками по схеме они должны пришиваться просто ниточками обычными. Да. Я взяла здесь скринчик. Чтобы его не так было заметно. Я посмотрела. Картинка моего остальных. Мне не понравилось. Вот посмотрите. Их почти не видно этих ниточек. И они также блестят. Так что я немного здесь пофантазировала. Ну, кое-что, да. Ну, кое-что не сделала то, что нафантазировала. Все-таки вот здесь вот мне не нравятся эти фрузилки. Заменять я ничего не хочу уже, вернее, переделывать пока, да. Вот. Оформлять, конечно, буду эту работу, когда не знаю. Хотелось бы быстрее бы. Но вот, конечно, уже не успею. Поделаешь, ничего не поделаешь. Так получилось. Вот. На следующий год. Она у меня просто пока висит на прищепочках. На буфет я повесила. Ну, на следующий год я оформлю. Она будет меня радовать. Хотя зима впереди. Еще осталось два месяца практически. Так что еще она может висеть. И мне даже жалко ее убирать. Ну, очень мне нравится этот сюжет такой. Здесь и лошадка едет. Здесь и бубенцы на лошадке есть. Прям слышится звон бубенцов. Люди идут на вечернюю мессу перед Рождеством. Ну, естественно, это закат. Потому что праздновать начинают Рождество к вечеру. Идут все в церковь к вечеру. Естественно. Поэтому все-таки здесь закат. Дети здесь играют. Видно прям движение. Жизнь кипит бурная. Свет в окошечках. Дорога, мост. Прям река, вот посмотрите, она просто видно, как замерзла, скорее всего, если все-таки зима. И лед переливается от лампочек на елочки. Как сейчас. У меня здесь вот как раз-таки находятся лампочки. Подсвечивают. И вот тут тоже самое. Просто их не видно. Я не знаю, как этот штатив было поставить повыше. Ну, вот такой прекрасный, замечательный, замечательный сюжет созрел у меня к Новому году. На этом все. У меня, наверное, до Нового года еще одно выйдет видео. Поэтому все равно я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть все ваши желания сбываются. Пусть у вас будет такой же праздник, как в этой рождественской деревне. Встретимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok